В Новополоцке идет масштабная реконструкция дворца «Спортохимик». Это не только тренировочная база одноименной команды, но и любимое место активного отдыха горожан. Попытка модернизации арены была, но работы прекратили из-за нехватки средств. В этом году глава государства подписал указ об обновлении дворца. Когда он вновь раскроет двери, знает Ольга Московская. Эти кадры спортивного бестселлера сняты на ледовой арене Новополоцка. Нет современного табло, старые трибуны, деревянная кровля. Именно это искали киношники, пытаясь вернуть зрителей в 60-е годы минувшего столетия. А между тем, эта площадка из прошлого века до недавних пор была основной тренировочной базой хоккейной команды «Химик» и воспитанников детской спортивной школы по хоккею с шайбой. Вот это само сооружение строилось, ну, как бы, наверное, было принято раньше, говорит, ход способом, да. И поэтому качество или какие-то технологии, которые применялись, естественно, уже сегодня потребовали реконструкции. К теме реконструкции арены возвращались несколько раз. В 2008-м даже были начаты работы. Но из-за нехватки денег проект остановили. А ведь ледовый дворец – центр спортивной жизни Новополоцка. Говорят, здесь нет ни одной семьи, в которой бы не было хоккеиста. Новополоцкий хоккей – почти ровесник самого города. Первый матч был сыгран 23 февраля 1960 года. Городская команда «Химик» дважды становилась лучшей в стране. Было время, когда сборная Беларуси на четверть состояла из воспитанников Новополоцкой хоккейной школы. Отсюда началась дорога в большой спорт братьев Костицыных, Александра Китарова, Артема Волкова, Дмитрия Коробова, Владимира Денисова. Подрастает и смена. Даже летом не бросают тренировки мальчишки из местной хоккейной школы. Сейчас здесь 250 воспитанников. К слову, «Химик» – команда, которая всегда рассчитывает на свои силы. Сегодня «Ледовая дружина» на 70% состоит из новополочан. Очень хочется уже на лед, поскорее бы, чтобы начались тренировки. Новая арена нужна в нашем городе, чтобы улучшить свое мастерство катания, стать с каждым сезоном лучше и лучше. Больше тренировок можно проводить одновременно, чтобы не было такого, что одни занимаются, другие у других по много выходных. Юные хоккеисты уже знают, что рядом с обновленным ледовым дворцом к концу года построят еще одну арену – крытый тренировочный каток с трибунами. Это решит проблему дефицита льда, который между собой делят клуб, спортшкола и жители Новополоцка. На сеансах массового катания на коньках обычно аншлаг. Новоплощание просят фигурное катание. Достижение у белорусов есть в шорт-треке, почему бы его не развивать. То есть все упирается в лед. Будет у нас лед, будут новые возможности и новые виды спорта. Пока родной лед на ремонте, химик тренируется в Орше и Витебске. Сейчас команда участвует в Кубке Солея. Спортсменам не хватает поддержки земляков. Конечно, скучаешь. У нас много новополоцких, мы всегда рады играть дома. У нас ходит много родных у ребят, но ничего, надеюсь, скоро все изменится. Возобновить тренировки в Новополоцке хоккеисты смогут уже осенью. К этому времени во дворце заработает светодиодное освещение, электронное табло, эффективная система вентиляции. Установят новые зрительские сидения, оборудуют восстановительный центр, кафе, зимний сад. А к Новому году объект, включая новую тренировочную ледовую площадку, должен быть сдан. Станет ли он декорацией для съемок очередной ленты, неизвестно. В одном здесь не сомневаются. Новополоцкий лед закалит не один спортивный характер. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентство теленовостей. Новополоцк.